Смерть в семье любого известного человека вызывает повышенный интерес публики, таков закон жанра новостей. Гибель дочери прославленного советского актера Владимира Конкина в фитнес-клубе на Красной Пресне не стала исключением. Конва трагическая, но, казалось бы, ясная, подвыпившая женщина утонула в бассейне. Однако с каждым днем эта трагедия обрастает новыми подробностями, которые заставляют по-другому взглянуть на случившееся. Мы совместно с адвокатом актера Владимира Конкина провели собственное расследование и восстановили полную хронологию событий до визита Софии в злосчастный фитнес-клуб. Чтобы понять, ушла ли Конкина из жизни по доброй воле, или же ей кто-то помог. София Конкина познакомилась со своим последним кавалером Михаилом Серовым в Тиндере. Отношения развивались стремительно. Мужчина заказывал даме такси, переводил деньги на карманы и расходы. Вместе они ходили на выставки, в аквапарк. София представила ухажеру свою 11-летнюю дочь и даже рассказала о своих кредитных долгах. Конфетно-букетный период отношений продлился с июля по август. Вскоре София и Михаил стали жить одной семьей. Все расходы взял на себя Михаил. Он платил 18 тысяч рублей в неделю за двушку на зоологической улице. Пара собиралась прожить в доме с видом на зоопарк минимум до января 2021 года, так они сказали агенту. Подбором мебели и дизайном семейного гнездышка с удовольствием занималась София. Они установили посудомоечную машину, дочь актера активно искала в интернете новый диван. Михаил предложил поселить ребенка в отдельную дальнюю комнату, чтобы не ходить через нее. «Я была так рада, когда нашлась эта пара. Смотришь на них и глаз радуется», – вспоминает риэлтор. «Первым мне позвонил Михаил. Всегда платил он, и ни разу не задерживал плату. Зря на него родственники Софии ополчились, видно было, что он о девочках заботился. А 24 сентября он мне написал, что София умерла, и он съезжает. Сейчас в квартире уже никого нет, но после Михаила даже все розетки остались починенными. Он мужик рукастый». По словам подруг Софии, девушка сначала была очень рада переменам в своей жизни. Переезд в центр города. Непьющий работящий мужчина, новая работа в шоуруме, где тоже все вроде бы стало получаться. Дочь актера рассказывала, что попала в хороший коллектив, где ее ценят. Как она сама хвасталась, ей удавалось продать одежды больше, чем на 200 тысяч в день. Но идиллия продлилась недолго. Уже в августе между Софией и Михаилом случилась первая ссора. Все начиналось с упреков мужчины из-за того, что подруга забросила домашнее хозяйство. Но самым серьезным стал скандал из-за денег. Михаил был необычайно резок, а в итоге заявил, что уезжает в Ярославль, где живет его мать, и за квартиру платить больше не будет. Уже после перепалки София делилась с подругами подозрениями, что Михаил на самом деле, наверное, что-то употреблял раньше или имеет какие-то проблемы с психикой. На это предположение наводили вспышки агрессии с его стороны. В частной беседе дочь актера даже назвала своего сожителя маньяком. Оказывается, София застала его за довольно неприглядным занятием. Бойфренд подслушивал ее разговор по телефону. О ревности Михаила говорит и его переписка с Софией. Мужчина неоднократно пытался высказать партнершу претензии за то, что та якобы шлялась по ночам, и всегда нервно реагировал, когда подруга не отвечала на его сообщения даже в рабочее время. 21 сентября, сутки до трагедии. София ездила на встречу с бывшим бойфрендом, 37-летним старшим научным сотрудником организации при Минфине Алексеем. Их роман закончился давно. Последний раз пара виделась в марте. Примерно в полпятого Алексей на своей иномарке забрал Софию у метро Дмитровская. Они поехали в кальяную в районе станции метро Октябрьское поле. Конкина заказала кальян и роллы, а когда встал вопрос о том, какие выбрать напитки, то она заявила, что ее молодой человек запрещает ей пить, и заказала чай. Фотографию с застольем и интерьером София опубликовала в соцсети. Как рассказал Алексей, София жаловалась, что ей не хватает личного пространства, но при этом была весела. По его словам, в начале седьмого вечера он подвез Софию до станции метро Новослободская. Потом Конкина пошла в кино вместе с Михаилом, и это был последний раз, когда они виделись. Сама София была расстроена их культпоходом. Девушка писала подругам, что сожитель опять устроил цирк в кинотеатре, что она сама оплачивала билеты и что решение разъехаться окончательное и бесповоротное. При этом София не собиралась съезжать, она искала подругу на подселение. На следующий день после обеда Михаил прислал Софии номер телефона риелтора, отвечающего за квартиру, которую они снимали. То есть, по сути, и он, и София уже были готовы разъехаться. Но мужчина почему-то до последнего утверждал, что в их отношениях царит идиллия. Вторник, 22 сентября, был у Софии выходным. День у нее начался стандартно, с телефонных разговоров с банками о возможной реструктуризации просроченных кредитов. Женщина искала способы выйти из затруднительного финансового положения. Кроме того, был разговор с классным руководителем дочери Софии. Та сообщила ей о ЧП. У девочки пропал телефон. Конкина безуспешно попыталась прозвониться на потерянный мобильник. Затем позвонила в специализированный магазин для пловцов. Именно туда, в район станции метро Тушинская, она направилась, чтобы купить нарукавники для дочери, по дороге рассказывая подругам о неудачном походе в кино с Михаилом. Около 19 часов София позвонила своей коллеге с нетипичным вопросом, можно ли ей приехать в офис в свой выходной. По словам сотрудницы шоурума, на работе все относились к Софии хорошо и ценили ее. Приятельница сказала ей, что приехать можно. В 19 часов 17 минут у Софии состоялся телефонный разговор с дочерью. Девочка рассказала матери о том, что мобильник ей подкинули обратно в школе. Об этом София сразу же написала учительница, попросив довести до детей и их родителей, что чужие вещи брать нехорошо. Школьница не заметила ничего странного в беседе с матерью. В этот же вечер помимо подруг Софии общались с педагогом-репетитором дочери, которой та отправилась после школы. И с неким абонентом из Италии, с которым они переписывались на английском языке. После визита в магазин для пловцов София гуляла по торговому центру, о чем свидетельствуют фотографии из ее телефона. В 19 часов 48 минут она сфотографировала бюджетный магазин нижнего белья, где была распродажа. Такую фотографию девушка даже выкладывала в соцсеть. В 20 часов 17 минут София написала Алексею, с которым накануне ходила в кальяную. Девушка поделилась, что у нее во время встречи было странное чувство и спросила, не изменилась ли она. Но мужчина быстро закруглил разговор, так как был занят. В 20 часов 49 минут дочь актера написала собеседнику странное сообщение. Ладно, я в фитнес уже пошла, потом меня встретит. И предложила завтра созвониться, на что мужчина ответил давай. После этого она поехала домой. Следующий разговор у Софии случился в 21 час 30 минут. Дочь Конкина беседовала с близкой подругой Викторией. По словам девушки, собеседница была в порядке, и ничего необычного в ее речи она не заметила. София сказала Виктории, что находится дома. И вот здесь начинаются противоречия. Дочь Софии утверждает, что Михаил ушел из дома в 20 часов 30 минут, незадолго до прихода матери. Сам Серов утверждает совсем другое. Он видел, как дама сердца собиралась в бассейн и даже взяла из холодильника бутылку вина. Около 22 часов ровно София наконец отправилась в фитнес-клуб, а Михаил уехал по делам в 23 часа ровно. Ведь по информации телеграм-канала 112, девушка купила бутылку вина неподалеку от фитнес-клуба и выпила чуть ли не из горла на улице. Значит, за час женщина уговорила почти полтора литра. В 22 часа 09 минут София прислала дочери сообщение, что купила очень классные шапочки для бассейна и обещала показать на следующий день. Это тоже выглядит странно, ведь мать и дочь только что расстались, но дома про покупки женщина почему-то ей не сказала. Последнее сообщение – смайл с поцелуем. Мама отправила ребенку в 22 часа 10 минут. После этого Конкина безуспешно пыталась дозвониться до бара, расположенного близ станции метро Маяковская. Девушка звонила туда в 22 часа 16 минут. В самом заведении заверили, что 22 сентября Софии у них не было, зато примерно полтора месяца назад гостью видели в стенах бара в гордом одиночестве. Со слов сотрудников, за вечер она выпила пару коктейлей. Следующая активность Софии в телефоне – это фотосессия в купальнике уже в стенах бассейна. Последнюю фотографию дочь актера сделала в 23 часа 0-2 минуты. По информации от источников следствия, в помещении бассейна кроме Софии находились трое мужчин – один москвич и два уроженца Киргизии. Они рассказали, что придя в бассейн, девушка сразу стала плавать, и ей стало плохо. В этот момент двое мужчин находились в сауне, а один из киргизов был в воде и заметил, что с дамой что-то не то. Именно он якобы почти сразу достал ее из бассейна. Первую помощь бросился оказывать вышедшей из кабинки сауны другой гость, а киргизы побежали сообщить о ЧП на ресепшн. Далее все развивалось по известному сценарию – скорую вызвали в 23 часа 33 минуты, а уже около 23 часов 40 минут медики разрезали купальный костюм на Софии, сумели завести уже остановившееся сердце и госпитализировали в Боткинскую больницу. Со слов врачей, легкие девушки были заполнены водой и рвотными массами, что и стало причиной смерти. По данным от собеседника, в бюро СМ провели экспресс-исследование крови и мочи Софии, которые показали высокое содержание алкоголя в организме девушки, 2,25 промилле в крови и 2,96 в моче и следы седативного препарата. Даже если верить информации из СМИ и София выпила бутылку вина перед бассейном, то это все равно не снимает многие важные вопросы. Например, откуда в ее организме препарат, который часто смешивают с алкоголем самоубийцы. По мнению адвоката Юлии Ниченко, на многие вопросы уже не найти ответов из-за того, что следователи упустили время. По сути, мы сейчас занимаемся тем, что правоохранительные органы должны были сделать по горячим следам. Безвозвратно упущен обыск в квартире. Ведь откуда-то взялось это лекарство. В вещах Софии таких таблеток не было, негодует Юлия Ниченко. Вызывает вопросы количество алкоголя, которое обнаружили в организме девушки. Результаты анализов показали содержание больше, чем у Михаила Ефремова. Они сопоставимы с более чем одной бутылкой водки. Как я понимаю, из-за того, что дело возбудили только спустя 4 дня после смерти, и в основном благодаря шумихе, большую часть записей с камер видеонаблюдения уже не восстановить. Телефон и личные вещи Софии чудом попали в руки к родственникам, а не к третьим лицам, когда содержимое сумки и смартфона должны были изучить следователи в первые же часы после случившегося. И это дочь заслуженного человека. Адвокат Владимира Конкина заявила, что намерена обращаться к председателю СКР Александру Бастрыкину. Еще один повод для беспокойства, мягко говоря, странная инициатива бывшего возлюбленного Конкиной. Михаил, по словам Юлии Ниченко, после смерти женщины просил ее родственников отдать ему дочь Софии, что выглядит довольно странно. Как Михаил себе это представлял, я не понимаю. Они прожили с Софией около трех месяцев, и он хотел забрать ее ребенка, не приходя с девочки никем. Это сразу же насторожило всех родственников погибшей. Зачем? Кроме того, Михаил из документов передал нам только паспорт Софии, а вот загранник ее дочери почему-то не нашел. Опять же странно выглядит временное исчезновение телефона дочери Софии. Кстати, Михаил буквально до последних дней предлагал передать ребенку новый Samsung. В вещах, которые самостоятельно изучила адвокат Владимира Конкина, не нашлось каких-либо прощальных посланий Софии или того, что могло бы указывать на ее желание расстаться с жизнью. Наоборот, дочь актера активно вела ежедневник, куда записывала дела и расходы. В сентябре София успела сдать анализы на коронавирус, посетить стоматолога-гинеколога-ортодонта, сходить на маникюр-педикюр, сделать прическу, купить куртку, кроссовки, купальник, ласты. В планах у девушки было сделать ресницы 28 сентября и сходить к стоматологу 29. Но была среди записей и одна странная заметка. 31 августа в 0 часов 43 минуты София написала «Извините, я отношусь к религии свидетелей Иеговы. Наша религия не позволяет врать». Была ли это шутка, цитата или нечто другое, неизвестно. Однако в сумке Софии на стикерах рукой была выписана молитва о благоуспешной торговле святому великомученику Иоанну Сачавскому. По данным нашего источника, представители фитнес-клуба уверяют следователей, что бассейн – это только одно название, и с документами на него у них все в порядке. Для того, чтобы разобраться в нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок использования гостями клуба и оказания услуг клиентам, следователи направили письмо в Роспотребнадзор. Однако до сих пор не прояснены два важных вопроса. Почему, когда Софии стало плохо, в бассейне не было рядом дежурного тренера или кого-то из сотрудников фитнес-клуба? И как девушку допустили до занятий в нетрезвом виде? Мы позвонили по номеру телефона, указанному на карте фитнес-клуба Софии. Мужской голос заверил, что у них все работает и можно позаниматься в зале, поплавать в бассейне, попариться в общей финской сауне на территории бассейна. На вопросы о бассейне собеседник ответил, что по гостам он не подходит для проведения спортивных соревнований, площадь всего 18 квадратных метров, три дорожки, но аква-аэробика, пожалуйста. Со слов сотрудника фитнес-клуба, в бассейне всегда присутствует дежурный тренер, и все уже забыли неприятную историю недельной давности. В бассейн приходили сотрудники правоохранительных органов, все измерили, и клуб продолжает работать в штатном режиме. Возможно, в этом деле и вовсе нет никаких загадок. Просто нетрезвая женщина пошла в бассейн и утонула. Если бы не посмертный анализ Конкиной, дело уже давно списали бы в архив. Но сколько мы знаем примеров, когда самая обычная смерть оказывалась замаскированным убийством. И возможно, оперативники и следователи все-таки прислушаются к реальному горю своего кумира из кино. Ведь тот же Шарапов в знаменитом сериале смог распутать убийство Ларисы Груздевой. Наверное, и ему самому стоит помочь узнать правду о гибели любимой дочери.